Вы же командировочные там, да? Ирина Петровна. Вам же оплачивается вот это время, что вы на суде находите? Из бюджета. А? Ну как? В неурочное рабочее время? Нет, если нормированный график, то это в неурочное время, а если не нормированный, то тут это, в любое время, как понадобится. У вас нормированный график? Нет, не нормированный? И что вам, за вредность даже доплачут? Да? Выходит, мы все вредные тут, да? Если мне уже говорят на пустом месте, что я типа нездоровый. А они все здоровые, да? Достоверение предоставили. Закондасты не соблюдают. Всем привет. Значит, сейчас судья удалился, чтобы принять решение по моему отводу письменному. Третий заявил отвод. Отклонил 10 из 19 моих адаптайств. Высказал, что я якобы почему-то нездоров. Судья человек имеется административное решение по моему отводу письменному. Дело по административному иску Булгакова Антону Николаевича, прокурору города, судья, который на прокурорах Маури, выявленный прокурор на прокурорах Маури, выявленный действие бездействия должностного лица. В ходе судебного седания и СОН заявлено на податство обоходе судей, рассматривающих дело. В связи с тем, что имеются основания о ценении объективной средств и страстности судей при рассмотрении дела, поскольку суд не выставил личности представителей административных отликчиков, не разъяснил полумбилен тракционных прав исту. Иным участникам основания этой отвода неусмотримы. Заслуживая из участвующих судебных седаний, изучив заявление, в суд приходит в ходу, что имеются основания к отказу удовлетворения заявлений, соцд Tableе Судния и в соответствии с положением С typized 31 под 3 lub kodets административного судопроизводства Российской Федерации, судья подвержит intervals в случаюх, если он участвовал в предыдущем рассмотрении данного административного дела по качеству судния, его повторной частью рассмотрения дела является недопустимым. Участвовал в предыдущем рассмотрении данного административного дела в качестве прокурора, помощника судей, седателя Судебного состояния, представителя эксперта, специалиста, переводчика и селиги. Он является судебным премитителем по данному административному делу, Боллах является членым сеней, родственникам и родственникам пополуа, кого-нибудь из участвующих в деле мирографии представителей, лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе административного дела. Со стороны административного СССР в судебном свидании представлены достоверно, недостаточно доказательной прямой и косвенной заинтересованностью судей в исходе дела, приведенной административно- Broken сотрудник, вы не выступаете по смысл Indian detailed Казки Красной Федерации самостоятельными исходами для отхода судьи. В таких обстоятельствах Закона, оснований для отхода судей передачи дела другому судьи не убийца, у кого вставить в 35-й класс Российской Федерации суд определил административную судьбу Бакову, вытворение и заявление в основе судьи отказать. Прошу садиться. Административный истец, а вы своим доводом быстро что-то готовы еще дополнить? Да, объяснение. Пожалуйста. Так, адаптайство требования. Номер 0. Вступительная речь и объяснение. От человека Антон Николаевич Булгаков, судье Чех. Заявителем за период 01-01-05-2018 в текущий момент в адрес прокуратуры города Сургут, в прокуратуре КМАО, в генеральном прокуратуре РФ, в письменной и в основном в электронной форме, было направлено свыше 800 обращений и более чем 8000 листов. На данный момент эта цифра перевалилась за 1300 обращений и 13000 листов. заявитель ни разу, не сразу начал вести учет исходящих экспоненций, рассчитывая, что все его обращения не останутся без рассмотрения, все будут досмотрены и разрешены в строгом соответствии с действующими законодательствами и приказами генеральной прокуратуры. Поэтому в статистике следует перебивать как минимум 20%. Только за период с 01-01-2019, по 13-11-2019 заявителям в адрес прокуратуры города Сургут, прокуратуре КМАО и генеральной прокуратуре РФ в письменной и в основном в электронной форме, было направлено 529 обращений примерно на 5300 страницах. Из них 75 обращений в порядке статистов В ВК РФ 141 В.П. РФ о совершенных преступлениях 129 первичных жалоб в порядке ст 7200 УК РФ сっ4AR 124 В.П. РФ 42 жалобы в порядке ст. 124 УК РФ с 177 обращения в порядке Ф. erio 59 ФЗ с обжалованием отrm. До настоящего момента заявителю были направлены лишь малая часть ответов и постановлений под данным обращения. Ни одного уведомления о продлении сроков рассмотрения заявитель не получал. В связи с незаконным удержанием заявителя в течение как месяцев и в связи с вынужденным путешествием из-за захвата квартиры заявителя сотрудниками полиции, ему так и не удалось обжаловать должным образом все действия и бездействия прокуратур и не удалось ознакомиться с материалами проверки по всем обращениям. Только в Следственном комитете города Суркута находятся три тома обращения от заявителя, шесть томов обращения от других человек в интересах заявителя и еще три тома материалов проверки. Всего как минимум 12 томов, это 3600 страниц примерно. Заявителю удалось частично ознакомиться с двумя томами из трех своих обращений, после чего сотрудники Следственного комитета, в том числе и угодитель, стали необоснованно и противозаконно запрещать знакомиться с материалами проверки и дважды вызывали наряды полиции без объяснения причин с целью воспрепятствовать заявителю в ознакомлении с дальнейшим и дальнейшим обжалованием. По самым кромным подсчетам, учитывая статическую учет обращения заявителя, в прокуратуре города Суркута находится свыше 50 томов, свыше 15 тысяч страниц обращения заявителя, обращений в интересах заявителя, материалов проверки. Это стопка листов высотой примерно 107 сантиметров. Это старые дамы, высота уже перевалила выше моегородства. Так, 14.10.2019.17.38, электронный адрес человека, Антон Николаевич Дугаков, дали заявитель, поступила ответа отписка номер 20.20.Ж. 2018.14.2019 годы, за подпись прокурора города Суркута Балина ЛА, предложение 1. Ознакомившись с данной отпиской Балина, заявитель считает, что законы необоснованы. А именно, законодательство не предусмотрено ответ на сразу несколько обращений, однако прокурор Балин решил не рассматривать каждое обращение отдельно, а рассмотрел все 6 обращений разных и ответил на 6 обращений одним ответом, безмотивированно. Согласно пункту 6.5. Приказы генерального прокурора РФ, адресата номер 1.2013, номер 45, подтверждение и введение действий инструкции о порядке рассмотрения обращений приема граждан в органах прокуратуры РФ, дали инструкции. При отказе удовлетворения обращения ответ заявителю должен быть мотивирован, в нем выдается оценка всем доводам обращения, а отказ к его удовлетворению должен быть обоснован. Не был приведен ни один довод, ни один действующий наоплательный акт в опровержение довода заявителя. Не было дана оценка ни одному доводу заявителя и не приведено ни одного основания. Выходит, что прокурор города Стурбудра проголоснулся не приказами Генеральной прокуратуры и действующим законодательством, а своим личным мнением, что, в принципе, недопустимо и незавместимо в должности прокурора. Прокурор города Стурбуд систематически нарушает рождественную присягу и клятву данного общества заявителя. Что вас остановит, это то же самое повторение текста из административного риска. Тут есть дополнение. Давайте озвучивайте их, потому что смысла нет повторяться. Я коротко пройдусь, тут просто надо это озвучить. Ну, озвучивайте то, что не было озвучено в административной инске. Дважды и трижды и зло. Нарушил 45-й приказ Генеральной прокуратуры. Федеральный закон 59. Это есть административный. 114-й приказ. Тоже есть. Статью 15 КЗ 59. Тоже есть. Вы, очевидно, копировали не совсем древнее заявление для своих выступлений. Поэтому дополнительно что-то есть сообщение? Это не выступление, это объяснение. Вы же мне тогда заставили слово? Я вам слово предоставил, но обращает ваше внимание на то, что повторять информацию, которая в иске административном уже судом озвучена, нет необходимости. Нет. И ваша вот эта вступительная речь, она называется, да? Объяснение? Да, она приобщена к материалам дела, к полному объему. Да, дойдет заставили. Поэтому, если что-то дополнительное есть у вас, то вы выступите с этими дополнениями. Так, требует принять часть, и у нас заключается в следующем. Так, ну я все это все равно только пробегусь. Какие? В 45-й, в 14-й он нарушил. ФЗ-29, ОПК-124. Первая, вторая часть, так, 144-й ОПК, 148 ОПК, угрожал его прекратить переписку. По Кондрашову никаких действий не предпринял, по Шестовитову тоже. КАО ПРФ, нарушенные права. Так, я вот наскоряк, я хочу зачитать нарушенные права. Какие мои права? Заметные нарушенные. Вы же, вы тоже зачитывали из-за каких-то мы искали? Да, вы слышали. Зачитайте. Так, нарушенные права. Согласно части 1 ст. 218 класса, граждане могут обратиться в суд, требования о оскаривании решений действий бездействия органов, из-за них возникли основания полагать, что нарушены и оскорены или оскорены их права, свободы и законные интересы. Реализация по защите прав и законных интересов человека-заявителя задачи и обязанностей государства четко оговорено законом и храняется им. Статья 2.18.45 Конституции. Положение в ст. 45.52 Конституции гарантирует право каждого на судебную защиту и право потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на доступ к право суду. Вы к право судебе сказали? К право судебе. Знаете, да, такой слой? В предоставленном случае из-за бездействия административного ответчика, рассматривающего обращение заявителя, нарушены права административного войсца на получение в установленном законном срок мотивированного решения, копии определений об отказе в возбуждении уголовных дел для обеспечения гарантированной федеральной законодательной защиты заявителя, а также узаконенное, неузаконенное бездействие административного ответчика в виде систематических отписок по жалобам и установившаяся порочная практика нарушения требований ПКРФ и инструкции, привело общую сеть к существенному нарушению и решению конституционных прав за затруднение доступ заявителя к правосудию. Упланением от рассмотрения 13 жалоб заявителя посуществует и неприятия решения по нему установленным законом срок прокурорного города Слугубарина нарушены конституционные права заявителя. Статья 33-45 Конституции РФ. Так, обжалобы административной линии, авторитетство связанное с поддачей, ну и требовательная часть, которые озвучили. А дальше идет на 22 страницах те самые жалобы, по которым ни одного угла не делали, ни одной профессиональной проверки не проводится. Вот, все у меня перешли. Это все УПК. Это все правонарушения, все преступления. Мы не читали даже, да? В общем, прошу и требую приобщить данные в ходатайствах материалов, оно крепче на ухо в мобиле, да, вы имеете в виду? Вопросы выступающей стороне прокуратуры будут? Нет, зашлисть. В стороне прокуратуры, если доставляется возможность выступить, пожалуйста. Уважаемый суд, хотелось бы отметить прокуратуру автономного округа и прокуратуру города Слугуба посредством интернет-переремной прокуратуры округа. Возьмите удовлетворение и жалоба от 26 сентября 2019 года. Ответ заявителя от 26 сентября 2019 года. Цена... ...от одного заявителя, единого ответа на них. До необходимости разрешения части обречения в порядке ст. 124 Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации также не состоялись. Поступившие обречения Булгакова за исключением обречения 23 сентября 2019 года и исходящий номер 230 от 11 сентября 2019 года содержали доводы о несогласии с порядками и сроками рассмотрения обречения органов прокуратуры, указывая за неполучение ответов на обращение, при этом сроки их рассмотрения рассчитывались заявителем в соответствии с требованиями Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации. Указанные заявительные в обращении ссылок на ст. 124 УПК, а также другие нормы Уголовно-профессионального законодательства не являются основанием для рассмотрения обращения в указном порядке. Поскольку жалобы на решение действия бездействия должны смотреть в полномочии, которых не связаны с осуществливым уголовным расследованием в досудебном производстве по уголовному делу, в том числе прокурат, осуществляющим надзор за пенсиональную деятельность органов предварительного расследования, предусмотренном уголовно-профессиональным законодательством. Они рассмотрены в порядке федерального закона номер 59 от 2 мая 2006 года. Указанная позиция также отражена в постановлении Крема Верховного суда Российской Федерации 10 февраля 2009 года номер 1 о практике осмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК Российской Федерации. При подаче административного иска Булгарковым также избран способ защиты права предусмотренных для обжалования ответов на обращение рассмотрены в порядке федерального закона номер 59 ПЗ, а не специальный порядок обжалования решений принят в порядке ст. 124 УК РФ. в порядке ст. 155 УПК Российской Федерации. Заявители направлены мотивированные ответы надлежащие заверенной копии обреждений. И ответы на них представлены в приложении номер 2 к материалам административного дела. Ответ прокуратуры города Сургута. От 14 ноября 2019 года Данку Булгаркову по результатам рассмотрения 6 его обращений, поступивших 13 сентября 2019 года 232-й исходящий номер, поступивших 13 сентября 2019 года 234 исходящий, поступивших 18 сентября 2019 года исходящий номер 227-23. От 23 августа 2019 года в том номер 1-й исходящий дел 89-90 и от 30 сентября 2019 года находящийся в том номер 1-й исходящий дел 87-88, надлежащий заверенной копии которых приобщены к материалам административного дела. Довы до исцена, что они в законодопущенном сотрудникам полиции при проведении оперативно-развитых мероприятий, похищение его вещей, а также на получение сведений о проведении по данным фактам проверок, ранее рассматривались в прокуратуре города по заявителю 23 января 2019 года, 28 февраля 2019 года, 15 марта 2019 года, а также 25 апреля 2019 года даны мотивированные ответы, разъяснен порядок жалований. Кроме того, в ответы прокуратуры города было как сообщено о выявлении внушения закона, внесенных по данным фактам актов прокурорского реагирования. Разъяснен порядок с направлением с результатами их рассмотрения. После обращения 13 сентября 2019 года в части выдачи вещей заявителю направленному начальнику ОМВД России по городу Сургуту, поскольку вопросы к компетенции прокуратуры не относились. По доводам Булгакова, о неполучении результатов проверок о противоправном действии на заявителю ранее 11 января 2019 года и 15 марта 2019 года сообщено проверку по данному факту. Ответы направлены, установленные законом сроки, разъяснен порядок их обжалований. Доводы истца о незаконных действиях сотрудников полиции 25 сентября 2018 года, незаконном помещении психо-негиологический диспансер, незаконных действиях сотрудников МЧС, и надлежащим рассмотрением его обращений, и надлежащим рассмотрением акта прокурорского реагирования незаконных действий полиции 13 марта 2019 года, незаконных действий полиции в отношении Зубкова, Владыки, Велянина, и применение пыток и насилия в отношении заявителя надлежащие рассматривались прокуратурой города, заявителю даны ответы 4 декабря 2018 года, 11 января 2019 года, 23 января 2019 года, 28 февраля 2019 года, года 13 марта 2019 года, 15 марта 2019 года, 5 апреля, 12 апреля 2021 года, удостоверенные подписью Булгакова, уведомления о возможности получения изъятных вещей, направленных... ...с результатом проведенных в отношении НИПО оперативно-розыскных мероприятий, с учетом требований федерального закона об оперативно-розыскной деятельности. По органам прокуратуры, материалы дела, документы, содержащие сведения, отнесенные в государственной тайне, в соответствии с положением закона, не представлялась. Вместе с тем, что марта 2019 года, исходящий 173, 23 марта 2019 года, ответ является полным, мотивированным, дан под всем доводом обращения в законах срок, разъяснение в ответе положений части 5 ст. 11 федерального закона от 2 мая 6 года федерального закона номер 59 по порядку и осмотрению обращений граждан Российской Федерации не может нарушать права заявителя. Надлежащая заверенная копия обращений и ответа представлена в приложении номер 4 к материалам административного дела. Значит, что хотелось сказать, еще добавить по поводу второго пункта требований административной и административной требования при даче ответа обращения, если такие устанавливаются, впредь может быть прекращена перепиской. Поэтому здесь ни в коем случае никаких вопросов не следовало, следовало только разъяснение. Поэтому в пункте в этом аналогично, также необходимо считать отказать Водопрестворение требований административной вvas Sunday, как в общем и по всем остальным пунктам, по тем доводам, которые я и сложила. Возвращение по поводу первого дверчика. Выскажите, помню, когда выступит. Я забуду. Пока выступает на дверчика. Нарушайте мое право на защиту. Извиняюсь, что буду повторяться, но, тем не менее, я верю за третьего дверчика. Буду подробно объяснять через воздействие. Далее, по пункту москового заявления установлено, что прокуратура города Сургута переустановлено. По результатам проверки довода заявлено установлено, что ранее прокуратура города данные доводы уже отвергались проверки. И в прошлом году, 23 января, 28-го года. В соответствии с требованиями материального закона номер 59, Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуально и коллективное обращение, включая обращение и объединение граждан, в том числе и в 10 лет государственных органов и органов местного управления и государственных лиц, государственные и муниципальные учреждения. Граждане направляют письменные обращения непосредственно в тот государственный орган, в орган местного управления или тому задушному лицу, в компетенцию которой входит решение, поставленное обращение вопросов. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного управления и государственного лица в соответствии с компетенцией, подлежит обязательное рассмотрение. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного управления и государственного лица в соответствии с компетенцией, В соответствии с требованиями инструкции порядка рассматривания граждан и органов прокуратуры РФ, обращение и запросы должностных лиц и иных лиц нарушения их прав и свобод, прав всего других лиц нарушения в законах территории РФ, а также порядок приема граждан, вручных лиц, органов прокуратуры с федерацией. Инструкция обращения поступившей в органы прокуратуры подлежат обязательному рассмотрению. Результатом предварительного рассмотрения должно быть принято одно из следующих решений. Обвинятие к разрешению, обоставление без разрешения, передачи разрешения и другие. Обращение, подлежащее разрешение, другими органами организации. Указание Булгакова нарушения прокурору Бургана Балинова. Нарушение закона при рассмотрении обращений Булгакова недопущено. Оснований для включения участников определили не имеются. Вопросы на наступающей стороне. Вы сказали, что первое исходящее обращение по ИИСКУ, номер 230, вы сказали, что оно зарегистрировано в прокуратуре. Какого числа 23-го? Еще раз, какого вы выберете? Номер 230. Вы его первым назначили? Мой, исказащее 230. От 11-го случая. 23-го в прокуратуре 23-го сентября. Скажите, 23-го сентября это какой день недели? Не знаете? Нет, не знаю. Я уже посмотрю по календарю, это понедельник. Я отправил за полторы недели до этого, 11-го сентября, в среду, 22-00. То есть оно вам поступило с утра, рано утром, 12-го сентября. Правильно? Давайте разберемся. Оно поступило во первых в прокуратуру округа. Оно направлено было не в прокуратуру города, а в прокуратуру округа. А потом с сопроводительным письмом от 13-го сентября 2019-го года, за номером, исходящим 15-156-2019, направленное в прокуратуру города Сургута. И уже в прокуратуру города Сургута оно поступило 23-го сентября 2019-го года. А напрямую через интернет приемную к вам поступало это обращение 11-го, 09-го, 22-00? Я не могу сейчас сказать. Я говорю тогда, когда оно поступало по данным обращениям. Я понял. Смотрите, в чем суть дела. Я всегда отправляю по трем уровням одновременно. Прокуратуру города Сургута, прокуратуру Хмала и генеральную прокуратуру. То же самое. Вот я поэтому и перевожу, что номер регистрации в генеральной прокуратуре можно легко поднять и выяснить, что было отправлено одновременно и в прокуратуру Хмала, и в прокуратуру Сургута, и в генеральную. В одно и то же время. В 11-го, 09-го, 20-го, 22-00. Вы мне сейчас говорите, что оно поступило из прокуратуры Хмала. А мое заявление, которое поступило к вам напрямую через интернет приемную, оно куда делось? Вы его проигнорировали, получается, полностью? И подождали, пока к вам из прокуратуры Хмала через полторы недели поступит маневое обращение по подследственности, по территориальности? Я правильно, Воскресенье? Я вам говорю о том, какое обращение мы приняли и когда. Когда поступило к нам в прокуратуру города, я не вижу этих. Прошу обратить внимание, суда, что я всегда отправляю по трем уровням одновременно. Получается, что прокуратура города Сургут уклоняется вообще полностью... Я не знаю, как предоставить, я через ваш сайт, я через сайт, что вы говорите, это просто разговоры. Так вы подтверждаете, ваше право подтверждается. Я с вами не разговариваю, вы, по-моему, не участвует в процессе. Уважаемый суд, сделайте замечание или удалите сдал в ответственность. Уважаемый суд, вы, по-моему, вы, по-моему, вы, по-моему, не участвует. Первое замечание мы сделаем. Когда любых слушают, просто противно. Анжелета, не кипятись. Вот тут носочки посиди в карьере, дверь открыта, послушайте. Уважаемый суд, что судьи обратили. Еще вопрос есть, пожалуйста. Не я должен доказывать, что оно к вам поступило, а вы должны доказывать, что оно к вам не поступило. Нет, в данном случае вы должны доказать о том, что оно к вам поступило. Уважаемый суд, нет доказательств того, что к вам поступило, я не могу ответить на данный вопрос, поскольку я говорю только о тех данных, которыми я владею. Поступило оно к вам с прокуратуры округа. Я, по-моему, ответила на ваш вопрос. Хорошо, докажите, что вам из прокуратуры ХМАО поступило данное обращение именно 23 сентября. Представьте документ. Переложено материалом. Я не ознакомился. Будьте даже знакомьтесь с данным документом. Будьте. После выступления ознакомиться. Изначально материалом делом. Выступление уже закончено. Вы приняли в премию, вроде, вступили. В стадии вопросов. Вот у меня дальше вопросы. Мне нужно убедиться, что есть доказательства. Мы перейдем к исследованию доказательств. Мы делим и остановимся на этих моментах. Хорошо. Вы еще говорили, Елена Петровна, что вы в связи с, я не понял, в связи с чем, я так понял, ответы на все эти обращения вы отправили в электронную почту. На какие обращения? Вот, которые указаны в иске. Для нас шлип. Я просто слышал еще фразу, отправленную почтовой связью. В связи с отказом на листца, получайте лично, что-то ознакомьтесь, что-то такое. Я не знаю, что он что-то не знает. Это касаемо проверки действий ОВД. Если это вы, это имеете в виду или что вы слышали, я не знаю. Неважно, что вы имеете в виду, но вы можете доказать отправку почтовой связью, документы, уведомления, обращения, про что вы говорили. Почтовые связи вы что-то направляли. Или даже в электронном виде вы ответы говорили, направляли с мой адресом. Будете говорить, докажите, предоставьте документы, которые доказывают, что вы мне отправляли. И в электронном виде, и в почтовой связи. Вот смотрите, значит, почтовой связи, это то, о чем вы слышали из моей речи. Это ответ, значит, контрошел по поводу проверки, которые, по поводу изъятых вещей, направленных вами. То есть это по материалам обращения в акте возврата вещей, удостоверенные подписью вашей. Уведомления о возможности получения изъятых вещей и так далее. Вот это проверки, вот эти документы, значит, копии протоколов, которые вы, как заявитель, получить отказались, они были направлены вам посредством почтовой связи. Если это, вы это имеете в виду. Я не могу сказать, не совсем понимаю, о чем вы говорите. Ну, то есть это к вам не относится, это правда были. Хорошо. С вашей стороны, со стороны прокуратуры, уведомления и ответы, вы обновите мои все 13 обращения, они были отправлены в электронный виде? Сейчас мы будем изучать материалы дела, а там имеются ответы. Прежде чем изучать, нам нужно было понять вообще суть вашего ответа. Я еще раз говорю, вот в материалах дела все имеется. Сейчас вот мы в ходе изучения материала дела, там все будет хроматически предоставлено. В материалах дела имеются доказательства, приложенные в письменном виде. Сами ответы, сами обращения и метод их отправления. У меня вопрос к Александру Николаевичу, да? Да. Вы говорили, что проведены проверки по всем обращениям. Правильно, Василий? Да, по отдельным фактам. Таким вас, как это интересует. Говорил я об этом, о управлении датистических сотрудников полиции при проведении оперативного мероприятия 13 марта 2019 года, осенью 2018 года, по отношению Русина. Сотрудников МЧС, проведены следственные проверки, сотрудниками полиции, следственного комитета, ответа прокуратуры города, вам об этом сообщено. То есть проверка проведена не вами, а следственным комитетом? Конечно, поскольку прокурор неупорномочен проводить, процессуальные проверки порядка 44-45. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, чем вы таким нормативным правилом акта регламентировались, когда вы ранее на данном судебном заседании заявили, что в моих сообщениях о совершенных преступлениях заранее не усматривали следственные преступления, то есть мы там не усмотрели. Таким нормативным... А вы были заявления поданы в следственные комитеты, в свою полицию, зарегистрированы в КСП. А они у вас зарегистрированы в КСП? А вам об этом сообщено, о том, что проведены следственные проверки, сообщено. А сообщения уже зарегистрированы и в МВД, и в следственном комитете. Это после того, как вы передали? Это после того, как мы вам сообщили. До передачи вы зарегистрировали в себя данные заявления о совершенных преступлениях в книге учета о совершенных преступлениях? Таких, именно. Вы знаете даты регистрации? КСП и КСП? Нет, вот мой номер исходящего 242 и 246. Третьи сообщения, повторюсь, не были зарегистрированы в КСП. Почему? Ну, поскольку ранее по данным факторам проведены следственные проверки еще раз сообщено. И вам об этом сообщено. Слевоорганы следственного комитета и управление МВД в КСП все угодно. По вашим заявлением. Когда была проведена проверка по Кондрашову, потому что 8 октября, он в принципе, ну там максимум 1-2 дня, он совершил данные. Его действия возникла... Отказал вам в законовлении, правильно? Отказал вам в законовлении. Не просто отказал, а сделал приписку к закону, превысил должностные полномочия, статья 276 УК. А что у вас здесь есть? Вот я подал заявление о совершенном преступлении, согласно порядке УПК-141, что в его действиях присутствуют признаки совершенного преступления. Проверили проверку и не усмотрели у него действия? Вы не усмотрели... Вы не усмотрели... Совершенно верно. И дали вам ответ о отсутствии в начале закона. А вы имеете право устанавливать... Есть ли признаки совершенного преступления? Разумеется. А каким нормативным правовым актом вы... То есть данное обращение вы рассматривали в порядке УПК? Вы спросили, с чем я имею право. Реально запомнил в прокуратуре. Вам все перечислить. Вы и то, что назвали УПК, сказали, что рассматривали в порядке УПК. Правильно? Только УПК может пояснить нам, то есть есть у УПК соответствующая норма, которая предусматривает основания и поводы для проведения доследственных проверок в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ. Ваших обращениях их не содержалось. В моем обращении номер 246 содержали слова, признаки преступления? Сам факт указания на статью, ссылку на часть, не является сообщением, впечатлением. А вы мне как прокурор назовите основания 100% что присутствуют признаки преступления? В чем вы думаете? Это не предмет сейчас рассматривания данной школы заявления. Как не предмет? И назвать я вам ничего не собираюсь. Я вам дал ответы, вернее прокурор города, он дал на это ответ, что признаков преступления там не имеется и соответственно в ОСП не вести. То есть вы считаете, когда Кондрашов сделал приписку к закону о проведении оперативно-раскрытых мероприятий, в том числе и жилых помещений, он не превысил свои должностные полномочия? Ответил уже на этот вопрос. Не усмотрели? Не усмотрели, потому что нет закона. По вашему мнению, кто должен проводить проверку? Есть ли состав преступления или нет? По полномочиям это должностному лицу. Вы передали должностному лицу? Что я передал? Мое заявление о совершенном преступлении. Какое заявление? Номер 1046 по поводу Кондрашова. Я вам еще раз объяснил, что вы провели по данным фактам проверку. Результат? Результат в 59-го федерального закона. Ей сообщили вам об этом. А почему 59-го? В моем заявлении конкретно указано? Я вам уже об этом пояснил, что сам факт указания на статью не является основанием для проведения преступлений. А наличие признаков совершенных преступлений является основанием? Ваше обращение не содержалось. Это неправда. В моем заявлении, вот я его открыл. Мое заявление о совершенном преступлении. Пишу. Таким образом, в действиях Кондрашова усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренного в статье 286. Это не является основанием для проведения преступлений? Нет, это только что я вам говорю. Вы сказали только, что... Но ссылка на статью не является. Вы же опять сочетали место. Я не про статью говорю, а я прошу вам. На прямое указание усматриваются признаки состава преступлений. Я сообщаю, что в его действиях присутствуют признаки совершенных преступлений. Почему? Это ваша субъективная минута. Мы не осматривали его действия. Так вы его обязаны проверить. Провести его. Мы проверили, и вам им потом сообщили. Вы не просто должны были проверить. Согласно пункту 1.2 приказа номер 212, то есть напомним, согласно приказу номер 45 генеральной прокуратуры, все сообщения, обращения от граждан, в которых содержатся указания на... Содержатся признаки совершенного преступления и указания на них, должны рассматриваться согласно приказу номер 312. Вот я зачитываю пункт 1.2 из приказа 1.2. При осуществлении этой деятельности исходите из того, что прокуроры не вправе разрешать сообщение преступлений. Как вы понимаете эту строчку? Вы имеете право решать, что осматриваются признаки преступлений или нет? Я вам уже об этом сообщил. Не два раза, три раза. Мы не усмотрели там основания. И дали ответ. То есть вы читаете, что ваши действия не противоречат пункту 1.2? Абсолютно не противоречусь. Хорошо, дальше так. Поступившие в органы прокуратуры подобные сообщения по почте или иными средствами связи незамедлительно фиксировать в книге учета сообщения о преступлении согласно прилагальному образцу, а сами сообщения безотлагательно передавать в органы, полномочено рассматривать их в соответствии со статьей 144 и 151 УПК. Хорошо. Вы его передали как простое обращение в порядке 151 УПК. Правильно, Господин? Мы передавали. Мы проверили, сообщили вам. Вы его зарегистрировали как? Мы не зарегистрировали в КОСКОЕ. Мы зарегистрировали, да? Ну, понятно, в КОСКОЕ не зарегистрировали. Как обращение зарегистрировали. Номер входящего можете сказать? Нет, сейчас можно. Ну, то есть, не... Мы не установили в нем признаки совершенного преступления, хотя в нем есть прямое указание на сообщение о таких признаках. Вот я тут еще пишу. Из перейденных выше фактов достоверно установлено, что Кондрашов РС превысит свои должностные полномочия. В административности СУК вас остановит, ответы вам даны. По сути, вы еще какие-то вопросы инвестиции в КОСКО? Да. Я могу зачистить. Вы это уже нефторикратно с подходом с разных сторон пытаетесь у представителя прокуратуры выяснить. Вам уже ответ дан был по данному поводу. Еще по другим моментам вопрос инвестиций у вас? Вы меня останавливаете, нарушаете мое право на защиту, задаваете вопросы сторонам. Суд вам обращает внимание на то, что ваш вопрос об одном и том же ключе. Нет, я нужную строчку зачитал. Я еще ни разу не читал ни в одном из своих вопросов. Но относительно того же самого обращения, да? Про Кондрашова. Да, про Кондрашова. Фамилия которого уже 15 минут здесь звучит. Вы не хотите, чтобы звучала фамилия Кондрашова? Вам ответ уже прокуратурой по данному обращению дан. Да. Они нефтикно смотрели. И вас что еще решили? Мне не понятно, на каком основании они проверили проверку. Они просто так решили. И у них есть четкая инструкция, как определяются признаки совершенного преступления. Я не понял об этом. А совершенный преступление? Я не понял об этом. Я не понял ответ. А что ваш вопрос? Дальше я могу задавать вопросы? Пожалуйста. Ну, а свойства у нас. Мне интересует ваше личное мнение, как представителя прокурора. Вы и кого представляете, Балина или Батинки? Балина. Заболян, будьте добры, мне ответить. В приписках закона является превышением должностной плановочки. В приписках закона является превышением должностной плановочки. Я сейчас задаю общий вопрос, который относится, в принципе, ко всем моим заявлениям. Почему они? Как съема им 13 взаимодействия, которые указаны в иске. Конкретное воющее время мы сказали. Вы уклоняетесь от ответа? Я рассматриваю и отвечаю на вопросы только по предмету административной споузы. То есть вы махнули влево-вправо головой, тем самым дали понять, что вы не усматриваете признаков совершенного преступления в грекистских законах. Я вас правильно понял? Я отказываюсь. Что-то данное вопрос будет стоять. По существу спор, вопрос у вас нет. Пока вы думаете свои вопросы об административной споузе, вы посаживаете. В целом, по иску, когда вопрос об административной споузе, речь идет о 13 обращениях всего. И 6, которые вы видите, вы или из них первое требование, они входят в свои 13 обращения. У вас требование сформулировано первое по вашему листу в отношении обращений. Это 6, в том числе, входящие в 113. По 6 обращениям, о которых идет речь, даты приведены в ответе прокурора, когда эти обращения поступили. И ныне какие-то обращения в указанные даты с вашей стороны направлялись в прокуратуру, чтобы вести речь о том, что не было коммунизации по поводу исходящих номеров. Суги обращений. Давайте проверим, дата 12.09 присутствует. В ответе прокуратуры 13.09. Они сообщают не дату, когда я отправил, а дату регистрации. Поступившим. Да. Они могут три дня регистрируют. Ну, как мы и выяснили, они вот, когда я отправляю через сайт ХМАО в высокую прокуратуру, они полностью игнорировать эти сообщения. И что пока из прокуратуры ХМАО поступит, либо из Генеральной прокуратуры. Ну, хорошо. До двух недель. Указанные даты по поступившим тогда в прокуратуру обращениям, еще какие-то обращения параллельно были? Конечно. Задистрированы. Конечно. Медленность. Да. И они о содержании другом звучали? Я думаю, да. Мне нужно поднимать всю свою статистику, потому что я уже пояснил, что за год примерно отправлено 1300 обращений по всей инстанции. Потому что их прокуратура в городе ХМАО в малую прокуратуру. Прошу тогда к ответчикам за тот же самый вопрос. Идентифицировать из этих шести обращений, которые входят на результаты поступления в прокуратуру, указанное по критинам обращения, для аскоромерных дезинфицированных параллельно, так как можно было? Была эти были иные еще обращения, либо иных не было. То есть так. Да. Я хотела бы пояснить, что именно... Да. Я хотела бы пояснить, что у них в эти даты не было обращения. Только шесть. То есть в эти даты, конкретно по датам, да, извлекла из надзорного производства все эти обращения, которые, в принципе, административным истом и оговаривалось, да, по дату. Ну вот примерно, смотрите, вот к своему прояснению, да, я положу сколько. 22 страницы мелким текстом. Это вот то, что я отправлял только в прокуратуру. Так. МАУ, Генеральную и прокуратуру субтитров. Да, вот доступ тут прямо указано, куда, что и отправлял. Это не полный список. У меня находился вынужден в путешествии, сидя со злом моей двери в моей квартире, захватывая. Поэтому я не всегда ввел учет за веком стандартном. Я, решительно, иногда по 20 обращений поправляю. Хорошо. Вопросы, это имя, думаю, вы еще есть какие-то? У меня есть. У меня есть. Вы сказали, что вы вот это, мое заявление о совершенном преступлении, Александр Петрович, не зарегистрировались в КУС, потому что не осмотрели эти преступления. Соответственно, вы его зарегистрировали как проспевок обращения в КУС, номер КУС не присвоили. Вы правильно понимаете? Вы учета совершенных преступлений не внесли. И рапорт… Я не буду уже ответить. Вот я подвожу к главному вопросу. Рапорт о наличии признаков совершенных преступлений, либо об отсутствии их в этом заявлении вы составляли рапорт? Нет. То есть вы своим личным мнением вот так на глазок решили, что там где-то признаков? А какие? Какие действия вы произвели? Вот это слово «мы провели проверку» и не усмотрели признаки. Какие действия вы произвели, чтобы однозначно заявить, что признаков в совершенном преступлении не усмотреться? Вы изучили обращение, остановили, что основание привлекательных преступлений. Вы изучили, каким образом? Запросы прочитали? Совершенно верно. Я все-таки вам поправлю, потому что в административном заявлении вопрос не ставился. Почему вы усмотрели составы преступлений? Суть административного заявления сводится к тому, что ответчик истец получил на 6 обращений и 1 ответ. То есть вот с этим он не согласен. А не с тем, что… Это вы так представите. Представьте. Я не представляю, я читаю. Я не представляю, я читаю. Поэтому я считаю, что вот этот вопрос сейчас немножечко не уместен, он выходит за рамки административного. Я требую признать именно вот эти действия незаконными. Так вы их просите признать такие действия незаконными. Вы просите, к сожалению, другие действия признать незаконными. Нет, именно есть. Обязательное, естественно. По этой методике, раз к вам заявленному вопросу еще есть. Надо подумать. Вы углубляетесь в существо уже тех ответов и проверок, которые вам… Я предлагаю поделиться. Я предлагаю поделиться. …провести. Присаживайтесь. Тут переходят к исследованию материалов, имеющихся в деле. Предложения по порядку изучения какие-то будут у сторон? Я хотел бы ознакомиться со всеми материалами. Тут на месте определяет изучить материал, делать порядки экономического формирования, поделиться с обязательным объемом доказательств, представленным действиями. В судове представлено исковое заявление. Оно о вашем и его судебном заседании. Ответ прокуратуры в области руководства закупки, в том числе такого города, нахладе на… Ов… Отпусти и обращение по статистическому вопросу в 15-18, 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 в 16-18, в 15-18. Елена Викторович, а можно вот что-то просто мне снимать, пока вы будете перестать? И вы так, потом по видео ознакомиться, например? Нет. Достаточно будет того, что я оглашаю материалов. Глава! Две слова! Ага… Ответы прокуратуры… Какой дата ваша честь прошла? В. 12 сентября. 12 сентября. Я просто хотела обратить внимание на то, что в Министерстве какие у нас есть входящего по обращению 12.3. Здесь само направление было 12.7.15. Исходящий 20.3. Приняем вопрос? Меня интересует номер 230, самый первый, мы обращаем в данный период. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Датировано 11.01.2016. Ответ ранее поступил. Приложен ответ, почему не на эту жалобу? То есть дабы сказать о том, что те жалобы, которые в одном ответе 6 жалоб, что уже ранее по этому доводу уже давался другой ответ. Поэтому... А доказательства есть, что ранее мне говорили? Адрес? 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 Я не могу не подтвердить, не опровергнуть, потому что еще раз говорю. Это мое надзорное производство? Можно почитать? Следующее текст обращения 232, исходящее 12 сентября 2019 года, опросу 13 сентября 2019 года, по факту хищения личных причинений. Продолжение следует. 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 года по прощению от привлечения к действиям. Я хотел остановиться на предыдущем подписи, номер 242, который тоже зачитал на невозвращение вещей. Обратите внимание, данное заявление о совершенном исправлении порядка Курка 141 по незаконным действиям Шерстопитова, отправлено по всем трем уровням, как всегда, 12 сентября 2019 года, 1551, то есть должно быть зарегистрировано в прокуратуре год и срок на следующий день 12 сентября. Даже если они этого не получали, они его получают, то из прокуратуры их вам должно спуститься максимум через 7 дней, то есть с 19-го, максимум 20 сентября 2016 года, они его регистрируют в 23 сентября. Нарушают инструкцию и приглашают минимальную подробность. Обисследовать будете или дальше высказываете? Как такое высказывает? У вас же именно это, у прокуратурных мало ли 7 дней, чтобы отправить под ведомственность и под территориальности. под ведомственность. А при чем почту? У вас есть система ИСОК, электронная, они по ней вам отправляют. Правильно? Или вы хотите сказать, что они вам письмо заговорят и на почту отправят? Так что? У вас все через ИСОК отправляется. Электронный битер. Электронный битер. Электронный битер перестанет. Электронный битер drops pelo Incondensixack Wiekehrr Роман Завесенко Это есть Казар tenemos на двух сентября, на WATific лица. Вы в ту больших asleeparte Электронный битер Науенцевавтах О, вконтакте. 242. Прошу оставить вам.